добрый вечер всем там присоединился с надеждой то что присоединятся еще люди мы продолжаем читать первую маковейскую книгу и как мы убедимся сегодня некоторые мотивы 2 главы которые мы начинаем читать достаточно актуально звучат наше время нелегкое и тяжелое время вот на вселяет определенный оптимизм вот что опять же немаловажно наши дни когда хочется надеяться что как похищенные и угнанные в газу люди так и наши солдаты и офицеры благополучно вернуться домой целыми и невредимыми итак я открываю сразу же соответствующий файл вновь напоминаю что перевод который я представляю вам который взят из интернета не самый удачный не самые точные и поэтому я читая одновременно ориентируясь на более точный перевод книги которую я здесь рекламировал четыре книги маковеев под редакции михаила туаля и так говорится что в те самые в те дни то есть по всей видимости в те дни когда антиох эпифан устроил гонение на веру израил восстал матафи на татья сын юанна и иоханана сын симеона священники сынов юарива из иерусалима правильный перевод что он оставил иерусалим и при поселился в мадии значит мы знаем семей семью маковеев всегда вспоминаем о них в этой семье в дни хануки хотя еврейские источники традиционные еврейские источники раввинистическая литература не щедро упоминает их о чем еще будем говорить поскольку отношение раввинов к космонейской династии было сложным скорее негативным чем позитивным в более поздних уже средневековых мидрашах история которая излагается в 1 2 маковейских книгах так или иначе перерабатывается и снова появляется в средневековых я имею ввиду позднее позднее средневековье там начиная с 11 века и далее всякие мидраши связанные событиями хануки но первоисточниками для нас для нас действительно является то что написано в этих произведениях 1 2 маковейских книгах а потом в пересказе иосифа флавия которые ориентируются как раз на эти книги значит что мы узнаем уже из этого первого стиха что есть некая священческая семья она здесь здесь утверждается что она относится к одной из священческих черед упомянутых книги хроник а потом и в раввинистической литературе и череда его рива получается что это священники которые вполне реально участвовали в храмовой службе но при этом на самом деле у нас нет однозначных доказательств того что эта священническая семья действительно происходила из череды его рива из вот этой упомянутой в книге хроник семьи некоторые исследователи считают что это постфактум хасманийская династия заботившаяся о своей легитимности в роли первосвященников себя произвела из этого из этой череды сынов его рива так или иначе согласно сюжету они оставляют Иерусалим и приходят в Мудин понятно почему они оставляют Иерусалим потому что в Иерусалиме творится нечестие храм осквернен об этом читали в конце предыдущей главы и вот они уходят жить в городок Мудин о котором собственно говоря нам в ту пору ничего специального не известно это небольшой небольшой город на границе примерно между Иудеей и Самарией недалеко от современного года и так у Матафии или Матитьяу пять сыновей у сыновей имена и прозвища это как раз довольно такая характерная черта потому что имена очень часто повторяются особенно в священческих и в царских семьях поэтому чтобы отличать необходимо какое-то вот такое личное прозвище вот есть у него сын Йоанн или Йоанн или Йоанн или Йоанн называемый гадис видимо от ибрецкого гады который обозначает счастье или удачу значит второй сын Симон по прозвищу Фасси мы на самом деле не знаем что такое что такое вот это Фасси непонятно и это тот самый Симон или Шимон который на самом деле положит начало будущей династии хосманеев Иуда знаменитый Иуда называемый Маковей и здесь следует сказать что хотя мы говорим о Маковеях в семье Маковеев но на самом деле исходно только Иуда назывался Маковей это было его личное прозвище теперь как бы на самом деле это прозвище довольно загадочное в отличие от Фасси по поводу которого нам просто нечего сказать мы не знаем что это такое прозвищу Макабей Макабей было дано множество интерпретаций я приведу наиболее знаменитые интерпретации при этом надо иметь в виду что это имя это прозвище по-разному записывалось в греческой и в латинской традиции если исходить из греческой традиции то это Макабей Скуф так как это принято и сегодня в основном если исходить из латинской традиции из вульгаты то это Макабей Скаф теперь если мы говорим о том что это Макабей Скуф то что это может значить значит наиболее известное и привившееся объяснение что это от ивритского слова Макабей Молот причем есть тут как бы два разных направления интерпретации с одной стороны Молот связано с формой головы новорожденного младенца когда кушерки принимали роды иногда вытягивали череп немножко новорожденного младенца и по одной из гипотез именно поэтому неудай был прозван Макабей Молот с головой формы Молота как у акулы Молот с другой стороны более известное объяснение состоит в том что это прозвище задним числом было дано ему за его военные победы о которых еще пока не рассказано но вот он как молотом бил язычник впрочем одно другому может быть не противоречит изначально прозвище могло иметь ввиду действительно то что ему было дано при рождении а потом оно было переосмыслено вот есть и другое другая попытка понять слово Макаби через кув от корня накав корень накав с ним действительно тоже связано слово Макабит Молот это то что бьет но ленков это не только бить и пробивать и провязать ленков это еще в другом значении называть называть по имени сегодняшние вы видите тоже говорят ленков бешму и тогда некоторые интерпретируют Макаби как названный или избранный то есть это как бы некоторое почетное прозвище иуды поскольку он стал вождем вот но надо иметь ввиду что есть еще как я и сказал вторая форма написания имени через кав тогда и как бы есть две интерпретации одна известная такая медрашистская интерпретация что согласно которой это аббревиатура которая расшифровывается а кто как ты среди богов господь другая интерпретация связывает это с арамейским глаголом который обозначает уничтожать и тогда получается что если идти по этой линии то иуда так назван поскольку он уничтожал язычник следующий сын элязар которым будет еще впоследствии разговор который называется здесь аваран значит аваран некоторые связывают с ивритским и арамейским тоже корнем хэт ваврейш хэт гортанный звук потерялся вот хэт ваврейш который обозначает белый бледный ну типа бледнолицый вот и наконец последний сын ионатан который будет играть довольно важную роль он будет возглавит возглавит независимую иудею перед тем как бразды правления перейдут к его брату Шимону но он не оставит после себя сыновей которые бы возглавили страну поэтому и погибнет поэтому я повторяю власть перейдет в Шимон вот что касается его прозвища апфус мы не знаем точно что оно значит но предположительно может быть связано со словом хафац желать да и тогда может быть апфус обозначает желанный чтобы типа хафуц и так нам представили семью нам представили семью и теперь нам будут рассказывать о деятельности этой семьи видя богохульство происходившие в иудее иерусалиме он сказал горе мне для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святого города и оставаться здесь когда он предан в руки врагов и святилища в руки чужих на самом деле правильнее это тоже переводить в стихотворной форме это поэтическая поэтический плач храм его сделался как муж бесславный или опозоренный драгоценные сосуды его унесены в плен младенцы его избиты на улицах юноши его пали от меча врага да это как я и сказал звучит достаточно к сожалению актуально в наши дни но вообще весь этот текст короткий достаточно он по сути дела является как бы переработкой такого ну не переработка а вариантами или или выражением жанра очень хорошо представленного в библейских текстах жанров плача которую мы находим как в исторических книгах так в книге целом и есть отдельная книга которая целиком этому посвящена книга и ха и часть из мотивов которые здесь они как бы мы находим в книге и ха например утверждение что храм иерусалим предан в руки чужих метафора бесславного мужа перекликается отчасти с метафорой вдовы иерусалима как вдовы которая мужа лишилась это как бы один из центральных образов первой главы книги и ха что касается тут написано драгоценные сосуды его унесены в плен это могут быть действительно храмовые сосуды но в то же самое время это может быть метафора самого народа по крайней мере в книге и ха как бы драгоценность действительно нескольких местах это метафора детей народа драгоценности тем более что здесь же в стихе говорится о младенцах избитых избитых на улицах юноши юноши павших от меча врага тоже мотив встречаем книги и ха то есть это вот такой вот традиционный плач плакал плакал ли в самом деле так матитьяу мы конечно не знаем но видимо автор книги первонаковейской книги полагал что он должен плакать так как плачут библейские герои будь то автор книги и ха приписанной пророку ирмияу будь то наша слава опустела язычники осквернили их для чего же нам жить дальше да то есть это как бы действительно такой традиционный плач и мы увидим что и дальше автор маковейской книги мы видели это и раньше и чем дальше тем больше это будет усиливаться что автор маковейской книги первой маковейской книги все время стремится представить свои происходящие события и персонажей в них участвующих так как будто бы повторяются те или иные библейские мотивы и сюжеты а мы уже говорили Маосе а вот Симан Лебанин деяния отцов знак для сыновей и вот сейчас мы с этим снова столкнулись и разодрал Матафи и сыновья его одежды свои и облеклись во влетище и горько плакали традиционные формы выражения траура на этом заканчивается первая часть преамбу а вот семья появилась семья горюет о том что произошло но эта семья не ограничивается трауром она начинает действовать и дальше нам рассказывается история о как бы некая иллюстрация того как преследования религиозные преследования религиозные гонения антиоха эпифана не ограничиваются Иерусалимом а приходит и в тот город который Матитьяу и его сыновья бежали ушли Мадиин рассказывается очень известная история многие помнят да и пришли от царя в город Мадиин принуждавший к отступничеству чтобы приносить жертву имеется в виду жертвы языческим богам поэтому там как бы устанавливается видимо некий жертвы потому что на самом деле по еврейскому закону Мадиин никакого жертвенника быть не может не могло быть но значит не так это в глазах язычников чем больше жертвенников тем лучше и вот Мадиин тоже делают такой жертвенник и туда там приносят жертвы языческим богам и как говорится это постоянный такой мотив первой Макавейской книги что проблема того что происходило она двойная с одной стороны есть злодей антиох эпифан но с другой стороны есть предатели из народа которые как бы готовы не просто подчиниться его требованиям а как бы вполне влиться в эту струю и как бы стать предателями народа многие из Израиля пристали к ним а Матафия и сыновья его устояли и отвечали пришедшие от царя и сказали Матафию ты в переводе вождь ну на самом деле это скорее ты знакный человек ты уважаемый человек действительно ты славен и велик в этом городе и имеешь опору в сыновьях и братьях и так приступи теперь первые исполни повеление царя как сделали это все народы и мужи и оставшиеся в Иерусалиме и будешь ты и дом твой в числе друзей царских и ты и сыновья твой будете почтены и серебром и золотом и многими дарами такими словами их пытаются купить но Матитьяу не покупается как бы здесь происходит некое противостояние и это противостояние человека который убежден в своей правоте и при этом он на самом деле это важно иметь в виду не не делает это для того чтобы пойти на смерть а вот ликадеш это шем в том смысле чтобы пойти на смерть это будет центральный мотив второй маковейской книги а в первой маковейской книге герой вовсе не готов противостоять злодейскому режиму ценой своей жизни он готов конечно умереть но это не является его целью он хочет воевать со злом и побеждать и это то что делает Матафи здесь и сказал Матафи и отвечал Матафи и сказал громким голосом если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление свои или его то и я и сыновья и братья мои будем поступать по завету отцов наших помилуй нас Бог чтобы оставить законы и постановления то есть торм слов царя мы слушать не будем чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо и влево здесь мы видим такой типичный гибраизм я уже говорил вам о том что первая маковейская книга судя по всему переведена была с иврита и вот это гибраизм ласур мин га тора я мин усмор отступить от нашей торы от нашего закона вправо или влево как бы здесь перевод сделан практически буквально и вот здесь мы находим до кульминации когда перестал он говорить эти слова подошел некий муж иудеянин мы не знаем кто это такой он здесь по имени не назван и видимо намеренно а человек чье имя следует забыть из-за его предательства подошел муж иудеянин перед глазами всех чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвенники который был в мудине увидев это матафия возревновал и затрепетала внутренность его буквально почки его и воспламенилась ярость его о законе то есть он возревновал о законе и он подбежав убил этого иудеянина иудеянина при жертвеннике и еще до того как вещи будут сказаны прямым текстом мы уже на самом деле понимаем кто как бы стоит у истоков образа матафии здесь в этом рассказе не забудем матафия коген и согласно первой маковейской книге коген из череды когенов которая служила в храме и даже как бы если они не принадлежали непосредственно первосвященнической семье можно ну с них тяжко сказать что череда его и арива она как бы близка все они близка к первосвященнической семье они все так или иначе потомки цадока и поэтому даже при том что я повторяю он скажет только через два стиха нам понятно что матафия здесь это как бы повторение вот это деяние матафии это повторение деяния пинхаса вторе пинхас внук арона о чем рассказывается в двадцать пятой главе книги бар тот момент когда израиль низко пал и стал так сказано блудодействовать с дочерьми моавицкими а также приносить жертвы их богам рассказ на самом деле в торе в некотором смысле сложный в смысле своей композиции потому что сначала речь идет о женщинах муава а потом об истории с медианитянкой сейчас я не буду специально вникать в эти тонкости есть разные объяснения этого странного перехода во всяком случае пинхас видит что один из израиля взял себе на глазах ушей всей общины израиля медианитянку в качестве наложницы потом выясняется из дальнейшего что этот израильтянин не более кто другой иной как глава семьи колена шимона земли бен салун и си бейт авла шимони как там сказано и пинхас врывается к ним шатер и убивает как его самого так и медианитянку за что как сказано да дальше получает от бога вечный завет священства благодаря этому деянию грех израиля искуплен хотя израиль наказывается но но грех грех израиля получает некое искупление из-за вот этой ревности пинхаса да впоследствии эруинистической литературе появится такой термин канай ревнитель который ведет себя ну каким-то довольно исключительным образом и не все кстати в талмуде приветствую такое поведение но так или иначе и матафия убивает двоих он убивает с одной стороны иудеянина который готов принести жертву а в то же время как сказано он убил мужа царского принуждавшего приносить жертву и разрушил жертву да подобно тому как пинхас убил двоих совратительницу и совращенного так и мать он о законе или по законе как это сделал пинхас или пинес земли замврием сыном салума мы увидим что в дальнейшем в этой главе еще раз будет упомянут пинхас но во всяком случае как бы мы понимаем по крайней мере одно автор первой маковейской книги рассказывает историю недалекого прошлого прошло там допустим несколько десятков лет опять же зависит от того как датировать первую маковейскую книгу и вот он хочет создать произведение которое в каком-то смысле примыкает к библейским историческим книгам рассчитывал ли он на то что его произведение получит катонический статус или нет мы не знаем но он его совершенно сознательно создает по библейскому образцу следующая фраза на самом деле тоже чрезвычайно как бы вот библейская по своему характеру воскликнул матафия в городе громким голосом всякий кто ревнует по законе и стоит завете пусть идет вслед за мной да подобного рода фразы мы встречаем не раз танахи ну вот например когда собирается войско шауль царь шауль собирает войско с тем чтобы воевать с аманитянами помочь жителям я вэшгин ада и собирая вот это самое войско он произносит такую тоже фразу очень похожую ашер только она как бы негативно перевернута тот кто не выйдет за шаулем и за шмуэлем значит будет наказан и как тут сказано матафио убегает сам и его сыновья их окружение в горы оставив все что имели в городе значит начинается таким образом начинается восстание начинается восстание и при этом одновременно рассказывается о некой иной группе людей который как бы тоже пытаются избежать эллинизации как тут сказано тогда многие преданные правде и закону ушли в пустыню и оставались там ушли в пустыню и оставались там кстати правде и закону это видимо тоже такой гибраизм мишпат уцдака по всей видимости это выражение которое стоит здесь за правдой и законом или правдой и судом они уходят в пустыню и возможно возможно что это как бы некоторое вот предвестие будущих сект да вот скажем той секты которая жила в иудейской пустыне около мертвого моря кумранская секта которая тоже штуковит туда более поздний период считая иерусалим иерусалимский храм нечистым они уходят остаются там берут туда все свои семьи сами и сыновья их и жены их и скоты их потому что умножились беды над ними и переносится немножко проектор как реагирует на это власть и возвещено было мужам царским и войску находившемуся в Иерусалиме городе что некоторые мужи нарушив царское повеление ушли в сокровенные места в пустыне что они спрятались и войска погнались и настигнув тех которые спрятались в пустыне выстроились к сражению против них в день суббот это такая очень важная деталь которую мы сейчас более подробно обсудим и описывается такое довольно драматичное драматическое событие и сказали им теперь еще можно выходите и сделайте по слову царя и останетесь живы сдавайтесь они им отвечают не выйдем и не сделаем по слову царя не оскверним дня субботнего значит ну что они подразумевают здесь под тем что они осквернят день субботний то ли само по себе требование царя нарушить закон и тогда это как бы более общее нарушение чем нарушение непосредственно субботы но есть как бы представление о том что на основании того что сказано книги исхода в шестнадцатой главе как раз по поводу субботы шестнадцатая глава двадцать девятый стих значит значит шву ищ тахтав алице ищ минкому байомашви в такой радикальной трактовке это было понято так что нельзя вообще выходить из того места в котором ты находишься в субботу из своего дома например опять же это не совсем то как трактовала это требование раввинистическая традиция которая вела свои понятия решута эхид решута рабим как можно выходить с чем можно выходить на какое расстояние можно выходить здесь судя по всему это как бы зачаточное еще такое традиционное представление согласно которому невозможно покинуть пещеру но более того те начинают с ними воевать тогда поспешили начать сражение против них но они не отвечали не даже камни не бросили на них не заградили тайных убежищ своих и сказали мы все умрем в невинности нашей небо и земля свидетелен за нас что вы несправедливо губите нас и напали на них в субботу написано по субботам но имеется ввиду вот эта суббота и они погибли да и умерли их и жены их и дети их со скотом тысячи душ теперь откуда собственно говоря берется утверждение согласно которому нельзя воевать в субботу что война в субботу это некое запрещенное действие свободно работа я на секунду выйду из этого слайда я открою другой слайд чтобы мы увидели увидели источник перед вами отрывок из книги юбилеев книга юбилеев это книга своего рода такой протометраж в основном книги бытия созданный во втором веке до новой эры по идеологии своей очень близкая к секте кумранитов и называется она так потому что вся история Израиля в этой книге делится в соответствии с юбилейными годами и последняя глава перечисляет как раз законы которые связаны с субботой и вот что там говорится перед вами отрывок перевод на русский язык книга кстати написано на иврите ее она была изначально найдена в девятнадцатом веке в хранилищах эфиопской церкви в абиссинии и в переводе на гэз священный язык христианской эфиопской церкви этот перевод был сделан с греческого по-гречески в свою очередь с иврита в кумране были найдены фрагменты этой книги на иврите вы не должны делать никакого дела в субботу которого вы не приготовили себе в шестой день чтобы есть и пить и покоиться и соблюдать субботу от всякого дела в этот день и прославлять господа бога вашего который дал ее вам в праздник и днем святым и днем святого царства для всего израиля должен быть этот день вашей жизни непрестанно но каждый человек который совершает дело и там перечисляются эти дела разные сейчас мы не будем вникать во все который в частности умирает и умирает кого-либо ведет войну в субботний день тот должен умереть чтобы дети израиля в субботу так книга юбилеев фиксирует какую древнюю интерпретацию закона согласно которой в субботу воевать нельзя и даже если на вас нападают вы должны быть готовы к смерти и это в представлении по крайней мере людей которых автор первой маковейской книги описывает я сейчас возвращаюсь к тому файлу к этому вернемся снова чуть ниже в представлении этих людей они совершают как раз то что впоследствии мудрецы назовут кедуша шем и мы сейчас увидим что как раз матафия против он не считает что такой ценой надо освещать имя божье вот как бы чтобы нам говорится когда узнал о том матафия и друзья его горько плакали о них и говорили друг другу если все мы будем поступать так как поступали эти братья наши и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши то они скоро истребят нас земли решили они в тот день и сказали кто бы не пошел на войну против нас день субботний будем сражаться против него дабы нам не умереть всем как умерли братья наши в тайных убежищах да тут как бы смыкаются концы да есть значит вот группа матафии которая восстала против преследования антиоха и против постановления царской власти есть другая группа которая назовем их в данном случае пиетистской группой так сказать которые не готовы любой ценой сопротивляться и они готовы умереть но при этом не нарушить буквы закона и не воевать субботу значит мы видим что матафия его группа это не приветствую не приветствую и они как бы формулируют закон согласно которому если грозит смерть надо нарушить субботу и воевать а так они это понимают опять же впоследствии мудрецы талмуда сформулируют это как некий основополагающий принцип во имя которого можно нарушать любые субботние запреты и он называется многие из вас знают пикуахнефиш то есть забота о жизни если человеческой жизни грозит смертельная опасность то какие бы то ни было субботние запреты отменяются ради того чтобы эту жизнь спасти и сохранить теперь я вернусь опять таки в тот файл в котором я был и покажу вам во что это действительно превратилось в в раввинистической традиции раввинистическая традиция идет даже несколько дальше чем тот закон который формулирует Матитиал значит вот перед вами два отрывка один из Тосефты а другой из Иерусалимского Талмуда Тосефта это это сочинение мишнаистской эпохи которая существовала параллельно видимо было создано немножко сформировано немножко позже чем Мишна и соответственно статус Тосефты более менее высокий чем Мишны которую отредактировал раби Иуда но при этом она построена как мишна делится на те же разделы на те же трактаты хотя в каких-то отдельных вещах это деление не совпадает порядок иногда не совпадает и кроме того сами аллахот логические постановления в Тосефте и в Мишне не всегда совпадают так вот в Тосефте к трактату ируин говорится следующее что войско выходит на войну так называемую разрешенную войну или Мельхемет Аршут судя по всему в понимании мудрецов Мельхемет Аршут противостоит Мельхемет Ховау Мельхемет Митсма то есть война которая как впоследствии формулировали не связана с завоеванием земли обетованной а расширяет ее границы скажем Давид вел то что называется Мельхемет Решут и говорится здесь что вот на такую войну когда выходят и нужно 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 осадить город инородцев сегодня это вполне опять же актуально то это надо начинать делать хотя бы за три дня до субботы точнее тут написано меньше чем за три дня до субботы поход мы слушаем им код им шаббат но если нет нет прошу прощения неправильно перевел то есть первый вариант был правильный что нужно начать эту осаду как самое раннее самое позднее за три дня до субботы то есть если это уже слишком приближается к субботу то не начинают осаду но если уже начали как тут как бы по некоторым версиям добавлены слова даже в субботу то не прекращают и так трактовал шамай знаменитый мудрец иродианской эпохи шамай газакен он трактовал выражение книги дворим глава двадцатый стих двадцатый где действительно описывается военные действия которые производит Израиль и осаждает чужой город и там как бы написано что нужно воевать с ним пока он не будет стерт с лица земли адрита до его полного уничтожения и добавляя и как бы шамай толковал это афилу ба шаббат и даже в шаббат то есть это не только даже защитная война но и война которая не предписана как заповедная война а я сейчас не буду вникать в вопрос как характеризовать войну которую сейчас Израиль ведет против хамаса против газы но во всяком случае с точки зрения шамая осада даже в шаббат должна быть доведена до конца чуть более подробно этот кусочек это этот закон формулируется в русалимском талмуде трактате шаббат где говорится так что не подвергают осаде языческий город меньше чем за три дня до субботы та же самая лохаш и это говорится по поводу войны мельхемед решут да вот этот закон он по поводу мельхемед решут а вальбе мельхемед хова фиру бешаббат но если речь идет о заповеданной войне я не буду опять же вникать сейчас в подробности по некоторым мнениям есть разница между мельхемед хова у мельхемед митсва буквальный перевод мельхемед хова это необходимая война да я думаю что война которую ведет сейчас израиль вполне пропадает вот так вот эта война даже в шаббат ее можно учить даже в шаббат ибо вот мы видим что ерехо был захвачен как раз в шаббат значит в самой книге Иошуя не сказано что ерехо был захвачен шаббат там сказано что его осаждали шесть дней на седьмой стены пали но можно понять действительно так что в каком-то смысле падение ерехо его разрушение это некая антитеза рассказу о сотворении мира поскольку ерехо воспринимается как некое абсолютное зло как силы хаоса и разрушения оно должно быть этот город должен был быть повергнут так же точно как бог шесть дней творил этот мир он седьмой закончил так же точно вот шесть дней только это все как бы ровно наоборот шесть дней Израиль ничего не делал только обходил город а на седьмой город город пал да его обошли семь раз и тоже цитируется стих из книги дворима адрита афилю га шаббат даже в шаббат то есть иными словами мы видим что можем по крайней мере сделать некий вывод о развитии галактической галактической традиции в определенном направлении значит как бы это эта эта традиция эта традиция как бы начинает с того какого радикального представления о том что в шаббат воевать нельзя что это запрещенное действие переходит согласно маковейской книге как некоторый переходный этап к разрешению введения войны ради спасения жизни и в конечном счете оказывается в рубинистической традиции как вообще разрешенное действие в ряде случаев изначально не постфактум мы возвращаемся сейчас к тексту книги маковейской и я тут нашел я пытался вспомнить я в первый момент не вспомнил я привел более далекий пример а сейчас я приведу как раз более близкий пример вот этому призыву Матафи на всяких кто ревнует по законе и стоит в завете да идет след за мной я привел пример из книги Шмуэля касательно Шауля и Шмуэля но сейчас я вспомнил все вертелось в голове что на самом деле гораздо более близкий пример опять же Тора да мы уже говорили о том что Матафия ведет себя как как Пенхаз но одновременно одновременно он ведет себя и как Моше Моше в истории напомню вам в книге Шмот в истории с Золотым Тельцом когда Моше сходит с горы и видит Золотого Тельца разговаривает с Аароном и упрекает его да в каком смысле Пенхаз это некоторое исправление Аарона да то вот Моше обращается и говорит такие слова и собрались к нему все сыновья кто за господа все ко мне а вот это буквально то по сути дела что говорит здесь Матитья мы возвращаемся к тексту и говорится здесь тогда собрались к ним множество евдеев крепкие силы из Израиля это видимо тоже гибраизм гибурея хайль или аншея хайль все верные закону и все бежавшие от бедствия присоединились к ним и сделались подкреплением для них то есть силы увеличиваются силы сила увеличивается сейчас мы увидим что появится еще одна еще одна группа которая дело в том что здесь дело в том что здесь в 42 стихе на самом деле перевод не совсем правильный я читаю правильный перевод тогда к ним собралось собрание осидеев сильное войско израиля каждый из них был добровольцем закона добровольцы закона это видимо тоже гибраизм надвей оль тора которые добровольно принимают на себя бремя торы выражение которое известно нами из ревнистической традиции так вот эти осидеи которые из этого перевода почему-то пропали они меж тем появляются просто как транслитерация в греческом тексте да это не перевод какого-то греческого термина русский язык это вот именно то что написано значит некоторые полагают что источник такого названия в одном из псалмов а вот есть псалом в котором упоминаются хасидим как воители это один из последних псалмов в книге псалмов и там говорится буквально следующее это 149 предпоследним псалом аллилуйя ширула адунай ширхадаш дилата бигхаль хасидим слава господа в обществе хасидим да и вот эти хасидим они дальше ялзу хасидим бахаводы радуются они славе говорится о них ромэмот эль бигрунам вэхэрюф пифиот беядам значит они прославление бога в горле у них и обоюдоострый меч в руке у них это воители прославляющие бога если угодно тоже своего рода канаим они называются хасидим в танахе но при этом надо иметь в виду что в септуагенте к этому псалму там как раз этот термин переведен гхаль хасидим называется бигхаль хасидим переведено как энэклэсия хосион эклэсия это как экклезиаст собрание в собрании гхаль хосион это посвященный богом буквальный перевод посвященный богом но в маковейской книге слово хасидей появляется появляется как буквально как транслитерация термин не меняется и и в этой связи возникает довольно интересный и запутанный надо сказать вопрос о возможной связи вот этих самых осидеев которые присоединились к Матитьяу и хасидим которые упоминаются в раввинистической литературе как особо богобоязненные люди их упоминает мишна есть даже такое выражение мишна хасидим и вот эти хасидим характеризуются тем что они особенно благочестивы и накладывают на себя обязательства добровольные которые не диктуются законом торы появляется даже такой термин в раввинистической литературе мишна хасидим это термин который обозначает учение которое требует нечто большего чем предписано законом это еще называется в последствии появляется термин выше закона здесь тоже говорится что эти осидеи они добровольно принимали на себя закон не все верные законы как тут сказано а добровольцы закона вот значит эта группа которая присоединяется к матитьяу появится и дальше значит мы о ней еще будем говорить впоследствии значит вот вот и как бы отношение к ним будет будет на самом деле не не однозначное поскольку будет некоторое расхождение между сиденье и макове не значит впрочем в основном в основном ну хорошо об этом мы как бы будем отдельно говорить когда дойдем до седьмой главы маковейской книги и там будет более более подробно рассказывается эта история о их переговорах с идея с греческой властью так или иначе здесь они представлены в самом деле как абсолютно абсолютно сходные с линии матитьяу да они присоединяются и и укрепляют его войско перед началом восстания процессе восстания значит кстати говоря хасидим напоминаются еще в одном псалме семьдесят девятом псалме некоторые некоторые на основании этого пытаются датировать эти псалмы семьдесят девятые и сто сорок девятые поздним временем но как бы не суть сейчас поскольку время наше уже выходит я еще буквально прочту пару стихов и на этом остановлюсь значит что же делали чем занимались матафия и его люди включая вот этих хасидеев составили они войско и поражали в гневе своим нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных да то есть как бы это опять же несомненно 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 такая черта канаим более того любопытно что у нас есть еще один образ вот таких вот канаим это шимоны леви сыновья иакова которые напали на шхем чтобы защитить честь дины и перебили всех жителей шхема чем вызвали гнев иакова проклявшего их ярость и гнев и ярость говорится в конце книги берешит когда иакова благословляет всех своих сыновей шимона и леви он не столько благословляет сколько проклинает во всяком случае их ярость он говорит арур опамки азвы и вратамки кашата будь проклятый гнев ибо он силен и их ярость ибо она тяжела да и здесь тоже используется этот же образ гнева и ярости причем любопытно отметить что в той же книге юбилеев которую я упоминал и как раз леви получает завет священства да что вот от него произойдут будущие священники именно благодаря истории с диной то за что ругает яков своих сыновей книги юбилеев наоборот выставляется как некое великое достоинство вот это ревнительство в этом смысле как раз в этой детали книга юбилеев совпадает с маковейской книгой в отношении к действиям ревнителей да и дальше говорится что эти предатели бежали для спасения язычникам и обходил вокруг матафия и друзья его разрушали жертвенники и обрезали не обрезанных детей сколько находили в пределах израильских и приседали сынов гордыни и дело успешно шло в их руках дело успешно шло в их руках мы здесь поставим точку как бы начало восстания ну вот еще последний стих так защищали они закон от руки язычников и от руки царей и не дали восторжествовать и не дали восторжествовать грешника грешнику или как правильнее передать не отдали рога грешнику рога керен это тоже опять же гибраизм здесь это как бы символ силы то есть они успешно противостояли грешникам я повторяю как бы из этой из этого описания мы видим что автор маковейской книги считает что праведность и добро вещь активистская и надо воевать со злодеями надо их поражать надо быть ревнителем киду шашем пожертвовать своей жизнью ради этого это по меньшей мере не предпочтительный вариант надо стараться жизнь сохранить как сказали опять же мудрецы Талмуда живет в них в заповедях они умирают значит мы здесь поставим точку дальше будет рассказываться о смерти Матафии о его завещании и в третьей главе которую мы тоже будем читать в следующий раз начало подвигов иуды маковея вопросы пожалуйста вопросы замечания кто хочет что-то прояснить добавить может быть не упомянули пожалуйста вопрос да война то что евреи могут воевать в шаббат это в принципе до какой степени это стало частью скажем так традиции это стало частью традиции поэтому я и перевел текст из Иерусалимского Талмуда это как бы аллахические тексты которые утверждают да можно воевать в шаббат делаются какие-то специальные ограничения ставятся там если это повторяю война которая не является заповеданной или обязательной хотя бы за три дня до шаббата это ее следует начинать но если уже начал то не прекращай вот ну в принципе да но мы видим что изначально видимо в более древнем слое традиции война понималась любая война как действие абсолютно запрещенное в шаббат и если евреям навязывают воевать войну в шаббат то следует предпочесть смерть добровольную но не воевать а вот это то что согласно первой маковейской книги было отвергнуто семьей Матафи которая кстати отмечу нигде маковейских книгах не называется космонейской это впоследствии уже видимо действительно их фамильное обозначение вави об этом говорит вот и потом это перекочевала европейнистическую традицию мы это видим дело в том что во времена первого храма эта традиция же как было с этой традицией смотрите что было во время спасибо алекс за вопрос вопрос хороший но на самом деле что было во времена первого храма нам совершенно неизвестно ведь единственным источником который каким бы то ни было образом рассказывает об этих событиях для нас является Танах ну правда более позднее время скажем с девятого века и далее там появляются какие-то внешние источники но эта тема никак не обсуждается тема того можно или нельзя воевать в шаббат никак не обсуждается и как бы субботние запреты если вообще говорить о субботних запретах то мы видим что Танах на самом деле не дает какой-то полной картины субботних запретов она достаточно спорадическая если смотреть в Торе то есть какие-то вот вещи о которых говорится что их нельзя делать в субботу потом в пророческих книгах нечто добавляется есть одно место наиболее такое общее текст который мы читаем в субботу который тоже понимать можно по-разному но это текст из книги Ишаяу где значит мы говорим произносим такой вот текст и так далее если ты уберешь от субботы ногу свою и не будешь делать своих дел в субботний день но при этом как бы конкретики нет то есть гораздо более поздний период делаются попытки систематизировать субботние запреты первая такая попытка это по сути дела книга юбилеев которую я привел и это второй век до новой эры то есть это не просто эпоха второго храма а это достаточно поздняя часть этой эпохи потому что в персидскую эпоху опять же в той же книге на хемии упоминаются некоторые запреты в субботу там торговать но никакой системы нет поэтому мы вправе заключить что все что касается войны и ведения военных действий как бы рефлексия на эту тему вот ведение военных действий в субботу появляется только в эллинистическую эпоху в конце эпохи второго храма до этого речи об этом нет понятно еще вопросы если у меня такой вопрос если можно что-то я поздно подключился я собственно не знаю куда это все идет хотелось бы чтобы обобщить это все то есть я так понимаю что значит все то что оказалось как бы подходящим да для канона начиная от каких-то духовных ценностей от героизма от всего и то что значит связано с какими-то лохот вот о войне в шабате и все все это было как бы взято оттуда да но сами книги видны из-за того что это как бы под сомнением находится значит значит передача священства да да она какая-то сомнительная такая поэтому эти книги не эта книга не вошла как бы в канон да то есть она как бы эта книга по разным причинам не вошла в канон во первых как я уже говорил опять же смотря в какой канон вошла в канон александрийский канон евреев александрии она прекрасно вошла туда но она не удовлетворяла в первую очередь тому что она описывала события греческая периода греческой эпохи значит мудрецы земли израиля сформулировали принцип согласно которому боговдохновенные книги завершаются персидской эпохой так они это видели даже если книги были написаны позже но приписаны более раннего времени это могло пройти в канон так на самом деле это видел еще до них иосифлавий который видимо был близок в чем-то вот этим представлением фарисейским о священных текстах и кроме всего прочего да действительно значит являлось ли это непосредственной причиной но в общем мудрецы Мишны и впоследствии Талмуда не жаловали космонеев и не хотели героизировать их деяния и когда и мы в свое время вот когда дойдем до сцены очищения храма Иудой Маковея мы сравним это с тем как это описано в Талмуде и мы увидим удивительное различие значит как бы подвиги Маковеев отодвинутые не просто на второй а на десятый план ну это формальная как бы причина вот ограничить время ну это формальная она формальная но она при этом очень действенная да вот как бы сказать что боговдохновенность как бы вот святой дух священное священное как бы вот это авторство прекращается с эпохой это вот некоторая аксиома ну вот я говорю аксиома это вещь формальная а вот реальная какая-то вещь я думаю это то что здесь как бы переход священства он очень как бы сомнительный да то есть получается что как-то тут что-то такое нарушается и ну это верно это верно я с вами не спорю но я только обращаю внимание что такая я понял я упоминал как бенсира в которой нет таких проблем да она тоже отвергнута была и единственная причина по которой она была отвергнута на мой взгляд это то что автор не скрыл себя и как бы и было известно когда она была создана слишком поздно еще у кого-то есть какие-то вопросы перед тем как мы завершаем если вопросов нет то мы тогда поставим точку и опять же я тем с чего начал надеждой что та война которую на мой взгляд вполне можно назвать милхемед хоба которую сейчас ведет израиль в газе что она завершится полной победой наших войск освобождением заложников и что все по крайней мере мы молимся об этом вернулись целыми и невредимыми домой амин в целом окей ну хорошо спасибо всем счастливо пока пока